Всем привет, мои куколки, красотки и красавицы! Меня зовут Алена, и я безумно рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем видео покажу свои бюджетные покупки из магазина Parfum Decor. Если вам интересна данная тема, интересно, что же я такого новенького себе прикупила, то обязательно оставайтесь со мной. Начнем не с такого шибко интересного. Покажу вам две упаковки вот такой вот соды. Это у нас обычная сода, которая идет кальцинированная. Я почему-то всегда говорю кальцинированная, не знаю почему. Так, это средство стиральное водосмягчающее. Вот такая вот сода, она крайне бюджетная, но она не только смягчает воду, в которой стирает ваша стиральная машинка, также можно добавлять при замачивании. Обалденная смягчающая вещь, которая также немного очищает, вот знаете, вот эту вот штуку, такую, знаете, как зигзагообразную в машинке, я забыла, как она называется, где накипь, в общем, образуется. Она хорошо смягчает воду, тем самым накипь на самой вот этой вот железке не образуется. Многим, надеюсь, вы меня поняли. В общем, вот два вот таких вот, две вот таких вот упаковки. Я вам покажу. Все, кто меня смотрит постоянно, знают, что я очень сильно люблю вот эту вот маску. Это маска Прелесть Био, натуральная серия, маска восстановления и укрепления. Она у нас идет для поврежденных волос, с репейным маслом, интенсивное восстановление, видимый эффект за одну минуту, правильная система укрепления. В общем, такой вот продукт. Я его просто обожаю. Из-за его одушки может быть каких-то косметических, какого-то восстанавливающего эффекта, к сожалению, не наблюдается. Но по самому итогу я использую данный продукт с маслами. Тем самым очень смягчаются мои волосы не только благодаря маслам, но и благодаря очень хорошей базе, которая в меру густая, в меру жидкая. Вы ее наносите, она не стекает. Вообще, это одноминутная маска, которая плохо работает как самостоятельный продукт, но очень хорошо работает как такой некий парфюм для волос. Поэтому я очень сильно ее люблю. И тут я в парфюм-декоре наткнулась. Я, к сожалению, забыла, что она у меня идет. Вот именно вот эта маска с репейным маслом. Я почему-то думала, что она с пшеницей. А там не с пшеницей, а с крапивой. Там была серия с пшеницей от Прелесть Био и была с крапивой. Крапива, точнее, пшеница мне не очень понравилась, одушка ужасная. Тут я понюхала крапиву, вот такую вот линейку, и поняла, что это стопроцентный запах вот этой вот маски. Но потом, когда пришла домой, увидела, что это с репейным маслом, а это с крапивой. Но подумала, ладно, зато у меня есть вся вот эта вот линейка. Итак, что же я взяла? Во-первых, я взяла вот такой вот шампунь. Шампунь укрепления защиты для всех типов волос с экстрактом крапивы. Укрепляет корм, не стимулирует, в общем, рост волос, предотвращает ломкость. Вот такой вот продукт. Тут, конечно, очень обширное описание, что и эффективно очищает, кондиционирует, ухаживает за сухими волосами, придает волосам блеск и здоровый внешний вид. Несмотря на то, что этот шампунь идет для поврежденных волос, я никогда не смотрю прозрачный, он кремовый и так далее. Иногда бывает прозрачный шампунь работает в 100 раз лучше, чем кремовый на поврежденных волосах. Я им воспользовалась пару раз, вот сколько у меня ушло. Это такое, знаете, некое желе, которое вы наносите на свои волосы. Вообще, я недавно смотрела Елену Крыгину, я ее просто обожаю. Обалденная девушка. Вот единственный блогер-визажист, которого я обожаю смотреть. И пусть она рекламирует свои коробочки, моробочки, это ее заработок. Конечно же, я это все понимаю, но тем не менее, смотреть ее я люблю. Она рассказывала, как правильно нужно мыть голову. Буквально хватает, наверное, количества даже на длинные волосы с 5-рублевую монету шампуня. Вы наносите сначала, хорошо намачиваете волос, то есть, чтобы он был мокрый. Наносите это все хорошечно на ваши подушечки пальцев. Начинайте намыливать у корня, мылите, мылите, делайте такой себе микромассаж. Это не может быть не полезным. Затем, когда у вас образуется некая пена у корня вашего волоса, вы начинаете всю эту пену немножко распределять по всей длине. Я реально пробовала так мыть голову. Во-первых, шампунь намного экономичнее расходуется. Во-вторых, волос намного лучше промывается, нежели бы плюхнули на одну какую-то зону, там, челки или же затылка шампуня. Начинаете мылить, там мылиться, тут не попало и так далее. Приходится несколько раз перемывать, или же волосы становятся более такие вот грязные, так скажем, вот после мытья. У меня такое несколько раз было, поэтому данный способ мне очень понравился. Огромное спасибо Елене Крыгиной. Я знаю, что она никогда мои видео не посмотрит, но тем не менее, сказала, в космос может быть и дойдет. Здесь вообще никто не в курсе. Я сюрприз хотела сделать. Ну да, сюрприз. Поэтому расход этого шампуня очень экономичный. Это желе. Это такое вот желе. Вы наносите, хорошо пенится, хорошо промывает волосы, все. Больше никакого эффекта я не увидела, никакого восстановления и так далее. Волосы были средние по качеству, не сухие и не какие-то супер увлажненные. Ну, нормальный шампунь, как шампунь, ничего особенного. Отдушка классная. И вот такой вот бальзам. Тоже из этой же серии. Это бальзам укрепления защиты для всех типов волос с экстрактом крапивы. То же самое. Укрепляет корни, стимулирует рост волос, предотвращает ломкость. Он намного жиже по консистенции, нежели маска, но действует в принципе одинаково. Я не знаю, почему. Я их и мешала, и в индивидуальном исполнении наносила данный бальзам. Очень классная отдушка. Вот серьезно. Обалденная. Тоже какая-то косметическая, слегка какая-то травянистая, с ноткой травянистости, но это не приторная нотка. Классная линейка. Буду обязательно пробовать. Можно же, конечно, усилить витаминками и бальзам, и маску. Обязательно как-нибудь сниму отдельное видео по поводу витамин. Обновлю, так скажем, потому что то видео, которое я снимала ранее, бюджетный витамин для волос, оно уже как бы информация немножко подустарела, и есть новые какие-либо средства по уходу за волосами. Обязательно заморочусь и сделаю отдельный видеоролик, как можно усилить маску, как можно усилить бальзамы витаминками, чтобы ваши волосы были персик, даже если вы их палите краской. Еще одно средство для волос, которое я вам покажу, я на него очень долго смотрела и думала, надо оно мне, не надо оно мне. Очень долго такие, знаете, раздумья были, потому что у меня был такой же, точно такой же продукт по самому и дизайну, и по составу от планеты органики или что-то такое, в общем, не помню, или натуру Сибирика. И у меня забился дозатор у данного продукта, и я перестала им пользоваться, пришлось выкинуть практически полный продукт. Ну, тут я увидела вот такую вот спрей, который стоил 100 с чем-то рублей, на районе 120, плюс еще вчера была 20% скидка в парфюм-декоре. Кто живет в Волгограде и Волжском, парфюм-декор – это сеть косметических магазинов, которая распространена просто по всему Волгограду и Волжскому, это я знаю 100%, я жила какое-какое время в Волжском, и там тоже был парфюм-декор. Там можно попасть не только на какие-то скидки, также иногда проходят какие-то акции, там минус 40% на Maybelline, ну и так далее и тому подобное. Очень интересный магазин, мне он безумно нравится. Кто-то говорил, что это наподобие магазин подружки, там еще что-то, что-то наподобие Magnet Cosmetics, ну и так далее. Приобрела вот такой вот спрей, долго ходила, 120 рублей стоит. Облепиховый золотой спрей для волос, легкое расчесывание, сок дикая алтайская облепихи с биозолотыми пептидами для всех типов волос. Вот такой вот продукт. Как видите, вот сколько я его уже на себя набрызгала. И дело не потому, что он делает какие-то супер красивые, гладкие волосы. Нет, а все потому, что он обалденно пахнет 100% ароматом облепихи. Не химическим, а вот таким вот, как нужно. Обалденный спрей. У него какие-то, если вы увидите, такие мелкие золотые частички, и он сам по себе так вроде бы неплохо выглядит, чем-то напоминает Натуру Сибирику. Ну, не чем-то, а точнее вот он. Аналог, только намного дешевле. Тот спрей от Натуры Сибирики стоил 200 с чем-то в районе 300 рублей там же. А этот 100. По действию такой же, легкое расчесывание, да, дарит, но не какой-то прям супер силиконовый какой-то спрей, который вы наносите, и сразу вас такие волосы глухари, нет. Ну, классный. Чисто как аромаспрей для волос и якобы легкое расчесывание вполне возможно. Тут в описании написано, что он и с витаминами А, Б, С, Е, П, П и П, микроэлементами, комплексом редких полинасыщенных жирных кислот. В общем, я не знаю, конечно же, есть ли это все в составе, но он еще заявляет себя как ухаживающий спрей, облегчающий расчесывание, делает их мягкими и шелковистыми, глубоко питает и насыщает волосы витаминами, придает силу и роскошное сияние. Я 100% буду его повторить, потому что он мне безумно понравился по отдушке. Вы знаете мою любовь к отдушкам, вот можно посмотреть на вот эту вот серию. И я люблю, когда волосы вкусно пахнут. Обалденная вещь, если вы любите так же, как и я, отдушки на своих волосах ощущать. Я вам покажу. Это вот такой вот скраб. Долго мы на него смотрели, долго мы вокруг него ходили, и я тут подумала, надо взять. В общем, это хот-скраб, натура сибирика, медвежья ягода, в общем, вулканическая голубика, черная бамбуковая соль. Вот такой вот продукт, чтобы не отсвечивал. В общем, это скраб. У нас просто в семействе, так скажем, болезнь на скрабы. Я люблю скрабы, моя мама любит скрабы, мне кажется, все по женской линии, именно в нашей семье любят скрабы. Объясню, почему я именно фанат скраба. Делаю себе эпиляцию, то есть у меня сепилятор, иногда воском, и часто от эпилятора, да и от воска бывают вросшие волосы. Чтобы этого не было, нужно обязательно скрабировать свою кожу, тем самым убирать отмершие частички кожи. Помогают в этом скрабы, и я люблю всякие разные, какие-то специально ухаживающие, какие-то с маслами, чтобы, знаете, когда вы использовали тот или иной скраб, да, на ваше тело, вам не нужно заморачиваться с лосьонами. Например, вот когда я делаю самодельный скраб с кофе, тут нужно обязательно заморочиться с лосьонами, потому что кожа немножко сухая. А вот после таких скрабов нет. Что же представляет из себя данный скраб? Это вот такой вот, вы посмотрите, это щербет, стопроцентный щербет, который, вот я не знаю, будет вам видно или нет, который содержит в составе, вот они, частички ягод. Это просто невероятно. Запах, он ненавязчивый, он слегка такой сладковатый, чем-то напомнил мне компот, да, но под действием обалденная вещь. Да если с мочалочкой, да такой, знаете, кайф для кожи, это реально какой-то релакс. Вы знаете, что вы пользуетесь а-ля натуральным продуктом. Почему я говорю а-ля? Потому что тут далеко не натуральный состав, но тем не менее, эти частички ягод, они настолько приятно ощущаются на теле. Вот классный скраб, понравился он мне, тем более, по скидке минус 20% это вообще взять как бед. Покажу вам вот такую вот пасту, которую я покупаю уже не первую. Это White Glow для чувствительных зубов Sensitive Forte. Вот такая вот паста, стоит она 30 рублей. Объясню, почему я взяла. Я недавно себе сделала отбеливание зубов, и как видите, результат до сих пор сохраняется. Но чтобы мне его поддерживать, нужно постоянно использовать зубные пасты, которые идут с отбеливающим эффектом. Купила себе недавно порошок, который идет зубной в тубе от Fito Cosmetics. Он классно тоже отбеливает зубы, мне нравится. И в этот раз решила снова повторить White Glow. До этого я покупала себе в красной версии, тут небольшая абсолютно упаковочка, в красной версии мне тоже нравился, а это взяла для чувствительных зубов. Потому что, когда я сделала себе отбеливание зубов, у меня немножко стали зубы чувствительные. Да они не всегда чувствительные, даже если я просто, не знаю, возьму себе углем толченым зубы протру, протру, прочищу, так скажем. Вот такая вот упаковочка. Ей можно использовать, ее точнее можно использовать эту зубную пасту как утром, так и вечером. Я использую только вечером, когда я уже, знаете, ложусь спать и больше я ничего не кушать, ни пить не буду. Тогда, чтобы эффект вот этих вот выбеленных зубов, так скажем, вычищенных зубов сохранялся. Чем отличаются вот такие пасты отбеливающие от обычных зубных паст? Просто отбеливающие проникают поглубже, в саму структуру зубы, зуба, зуба, да, зуба, так скажем. Я не знаю, мне так объяснили, по крайней мере. И вычищают все красящие какие-либо пигменты зубов, будь то это кофе, чай, табак и так далее. Вот чем отличаются. Очень классные пасты, они действительно хорошо работают и ничем не уступают той же самой блендомет или каким-то корейским зубным пастам. Все, что я покажу вам, я не смогла пройти мимо, на самом деле, этой, ну, я так скажу, для себя лично новинки. Это фотошоп от Organic Kitchen, BB крем преображения, золотой воск и рисовая пудра, органическая рисовая пудра. Вот так вот выглядит данный продукт. Тут в составе, я не хочу сказать, что тут прям 100% натуральный состав, но рисовая пудра в составе есть. Мне стало безумно интересно, так как в магазине нельзя попробовать, хотя бы посмотреть на саму консистенцию продукта. Но тут по описанию написано, что ваша кожа как картинка из гламурного журнала. Абсолютно совершенно. Крем преображения, в общем, маскирует дефекты, заполняет морщинки, стирает следы усталости, придает коже сияющий здоровый вид, защищает кожу, снимает раздражение и дарит красивый оттенок. Рисовая пудра регулирует жировый баланс, осветляет и маскирует недостатки. Не знаю по поводу того, что она там маскирует, что нет, но выглядит этот продукт вот таким вот образом. Как видите, он вот на камере, он персиковый, в жизни он персиково-бежевый, то есть камера чуть искажает более яркий оттенок на камере, нежели в жизни. По факту, это вот такой вот жидкий, хотел сказать, густой наоборот, крем, который очень хорошо распределяется по поверхности кожи и просто хорошечно блюрит лицо. Все. Как бы никакой маскировки, никакого там эффекта фотошопа, хотя нет, вру, эффект фотошопа все-таки присутствует. Из минусов. Это банка. Это не тюбик, где можно дозировать, и вы знаете, что там микробы не попадут. Это вот такая банка, в которой не очень удобно лазить своими руками. Это не очень гигиенично, это минус. Из плюсов, очень хорошо действует на коже с расширенными порами. Я такого вообще не ожидала. Я когда нанесла, я вообще нанесла именно этот BB фотошоп под тональный крем. Я его нанесла, подождала буквально там 2-3 минуты и смотрю, у меня кожа немножко как бы поднатянулась. Вот именно где у меня расширены поры, это вот в этих вот зонах, где присутствуют черные точки, которые я их постоянно вычищаю. И тем самым у меня такие очень широкие, прозрачные, белые даже, можно сказать, кратеры вулкана. Классный вообще эффект, хороший, выравнивающий. Но не маскирует он, недостатки абсолютно. Это полупрозрачный, можно даже сказать, силиконистый крем. База под макияж, все. Готова поспорить, что это BB крем? Нет, это не BB крем. Это база под макияж. Буду использовать, посмотрю, как он проявит себя на протяжении некоторого количества времени и обязательно расскажу вам в своем инстаграме. Если же вы не подписаны на инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылка, как всегда, в инфобоксе и также мой никнейм, или как это правильно называется, имя пользователя в инстаграм, выскочит внизу экрана. Последнее, что я вам покажу, я купила себе новинку от KIKI. Я люблю KIKI, на самом деле, для меня эта марка сейчас раскрылась с другой стороны. Она для меня стала чем-то уже родным, потому что я очень много продуктов тестирую от данной линейки. У меня есть и палетки теней, какие-то мобильные палетки теней, которые идут маленькие и очень пигментированные, очень хорошие оттенки. Также у меня есть гель, гель от туши для бровей, тоже обалденная. Вот сегодня я и оформляла брови, классная штука. Есть свои недочеты, но это бюджетная косметика, поэтому без недочетов, мне кажется, навряд ли что-либо можно встретить. Хотя, безусловно, есть те продукты, в которых недостатков, бюджетных продуктов, в которых недостатков вообще нет. Так вот, купила я себе на этот раз опять свою любимую матовую помаду. У меня есть в оттенке, я вам уже показывала также в своем инстаграме, свочи двух оттенков, которые у меня уже есть, этих помад. Есть у меня оттенок 209, мой любимый, и еще, по-моему, 211, если я не ошибаюсь, по-моему, да, но не помню. В общем, 209 – это вот такой вот очень красивый оттенок. Кстати, какой оттенок на тюбике, такой он по итогу и в тюбике. Оттенок 209 очень красивый, он холодный, он какой-то сливовый, но очень тем самым нюдовый. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот такой вот цвет. Видите, какой он красивый? Кстати, в предыдущем влоге я как раз-таки была накрашена этой помадой, и каждый раз, когда я снимаю видео, накрашена данной помадой, то есть вот этим 209 оттенком, меня заваливают и в личку, и в комментариях, чем же я накрашена. 209 оттенок Kiki Matte Lip Color. Обожаю, обожаю эти помады. Они комфортно наносятся, они комфортно носятся, они не сползают, они не съезжают. Как только они застыли, просто единственный нюанс, им нужно дать время застыть. Как только они застыли, все, вы их никуда, не съедет она, не сотрется, ничего с ней не произойдет. Даже я вам хочу сказать, вот чисто, знаете, положа руку на сердце, они для меня, на сердце, точнее, положить руку на сердце, они, эти помады, для меня стали намного лучше, чем мои любимые от Rilouine Nude Matte, от Complimenting. Намного лучше, намного комфортнее, они смотрятся подороже. Минус, наверное, самый основный в том, что нужно им дать время под застыть. Rilouine, не Rilouine, Complimenting застывает в 5 сек, этой же нужно минуты 2-3 застыть, но это как бы не сильно плачевно, и не сильно, так скажем, усложняет мою жизнь. Вот, по поводу оттенков, цветовых каких-то оттенков, огромная линейка от самых каких-то темных, сливовых, виноградных, вишневых, каких-то темно-коричневых, светло-коричневых, вот, обширная линейка, и мне очень симпатизирует данная марка. Есть, конечно, тестеры в кое-каких магазинах, но в основном тестеров нет, к сожалению. В этот раз взялась я вот такой оттенок, это оттенок 201, вот так вот, 201 оттенок, Kiki, как видите, он вот такой вот нюдовый, красивый, у меня сейчас находится на губах, сейчас я вам чуть-чуть поближе, вот сюда, вот он, его фактически не видно, то есть, это ваш оттенок губ, только лучше, вот так я вам хочу сказать, можно зрительно с помощью данной помады увеличить губы, ну, мне это как бы не нужно, но с консистенцией такого мусса, я просто обожаю эти помады, посмотрите, вот она, вот она на коже, и вот она на губах, обалденно, но, конечно же, на каждом человеке она будет смотреться по-разному, я уже немножко отошла от таких более ярких помад, хочется что-то нюдового на каждый день, и комфортного в носке, для зимнего периода времени я советую вам больше данной помады, нежели помады от Комплимент, или еще каких-то помад, не более сушающие, а эти намного комфортнее, конечно же, кто-то их сравнивал, я просто видела у одной девушки обзор, она сравнила их с пинапом, пинап от, по-моему, Люкс Визаж, да, чем-то они по консистенции похожи, но пинап плешивит, а это не плешивит, вот лично, по моему опыту, я брала себе несколько оттенков помады пинап, и я вам хочу сказать, я пинап вообще ненавижу, не в плане стиков, стики еще более-менее как-то можно носить, а вот эти вот в таком же формате, нет, жидких матовых помад, нет, однозначно не люблю, и то стики тоже стали очень капризные, я недавно купила себе новый какой-то оттенок, и он очень капризный, в том плане, что он может съехать во время разговора, еще что-то, он не четко зафиксирован на ваших губах, тем самым не очень удобно, плюс еще он как-то некрасиво скидает, Девчонки, это было все мое видео, все мои покупки, надеюсь, вам оно, это видео было интересно и полезно, всех люблю, целую, всем пока! Все, бомбалайла. Халигали, сапоги сандали. Давай, бомбалайла.